Тверская область по праву считается регионом, где волонтерское движение одно из наиболее активных и перспективных. Особую значимость эта работа приобрела в период распространения COVID-19. Именно добровольцев Верхневожья можно назвать одними из героев уходящего года. Волонтеры-метики регионального штаба «Мы вместе» практически с самого начала пандемии находятся, что называется, на передовой, помогая тем, кто нуждается в помощи больше всего. Это пожилые и одинокие люди. Многие из волонтеров и сами переболели коронавирусом, но, поборов инфекцию, вновь вернулись в строй. Руководители регионального штаба помощи пожилым людям и маломобильным гражданам «Мы вместе» Марк Ефременко один из тех, для кого нынешний 2020 год стал настоящей проверкой на прочность. Осенью волонтер серьезно заболел. Симптомы появились внезапно. Высокая температура, затрудненное дыхание. Врачи поставили диагноз – двухсторонняя легочная пневмония. Болезнь, рассказывает Марк, выбила из строя почти на месяц. О времени, проведенном дома на самоизоляции, молодой человек вспоминает неохотно. Проходило это достаточно нелегко. Неприятное заболевание. Естественно, такого никому не хотелось бы испытать. Тем не менее, даже серьезное заболевание не поколебало стремление Марка помогать другим людям. Выполнив все рекомендации лечащего врача и отбыв необходимое время на карантине, волонтер вернулся к работе. Последствия тяжелого недуга, рассказывает молодой человек, он продолжает ощущать до сих пор. Но, несмотря на слабости, периодически возникающие боли в легких трудятся на благо других. Я предполагаю, что процесс восстановления в организме происходит и сейчас, но отлеживаться нам некогда. Приходится работать, и это нужно сейчас. Помощи волонтеров пожилые и маломобильные жители Тверской области сейчас действительно нуждаются как никогда. С начала пандемии коронавируса большинство из них продолжают оставаться дома, ведь инфекция в первую очередь опасна для людей старшего возраста. А покупку продуктов или приобретение жизненно важных лекарств с весны этого года взяли на себя волонтеры, которые за счет заявителя приобретают все самое необходимое. Пожилой человек, если он хочет воспользоваться, так сказать, услугами, которые наша акция предоставляет, он звонит на горячую линию 8 800 234 11. Там составляет, соответственно, заявку. Эта заявка попадает уже к нам в региональный штаб по системе ОНФ помощь. Дальше мы ее уже прозваниваем, уточняем список продуктов, всю информацию про льготные лекарственные препараты, у какого врача наблюдается пациент. И дальше направляемся либо в магазин, либо в его поликлинику. Эта работа велась на территории Тверской области с марта по июль и была вновь изобновлена в ноябре. Как и в первую половину года, продукты волонтеры доставляют до двери, оставляя пакет с чеком у входа. Передача покупок и их оплата происходит бесконтактно. Если речь идет о получении льготных лекарств, то здесь, рассказывают волонтеры, еще весной был выработан четкий алгоритм действий. Заявитель передает волонтерам данные своего лечащего врача. К этому медику приходит волонтер и получает рецепт на препараты, с которым идет в ближайшую аптеку. Затруднений в этой работе не бывает, рассказывает Марк Ефременко. Врачи знают волонтеров, как говорится, в лицо. В общей сложности за первый этап работы волонтеры-медики обработали более полутора тысяч заявок от населения Тверской области. Эта работа была высоко оценена главой региона Игорем Руденей. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте. На сегодняшний день количество заявок приближается к сотне. Чтобы обратиться за помощью к волонтерам, нужно позвонить по единому телефону горячей линии 8 800 234 11. Заявка будет рассмотрена федеральным штабом и в кратчайшие сроки передана тверским волонтерам. Как рассказывают волонтеры, их работа не будет прекращена и в новогодние каникулы. Разве что на первые четыре дня января штаб возьмет небольшую передышку. А потому, если вам нужно запастись продуктами на Новый год, заявку лучше оставить заранее. И желательно, чтобы это были не скоропортящиеся товары.